Алатр и Канаж победили во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Здания, площади, скверы и парки этих населенных пунктов обновятся. Как именно, расскажет Рифат Фадкулин. Парки Прудок, 30 лет ВЛКСМ, сквер Баронина и Витвинского – все это история древнего города. Эти памятные места находятся не в лучшем состоянии. 44,5 миллиона рублей – поддержка в рамках федерального гранта. Сегодня восстанавливаются храмы, монастыри на территории города. И вот именно это историческое место и послужило сохранением тех традиций прошлого, будущего и настоящего. Там будет предусмотрена зона отдыха как для маленьких детей, для старшего поколения, для развития спорта на территории города. Это разное развитие индивидуального предпринимательства. А в Канаше займутся центром. Новую жизнь обретет городской дворец культуры. Колонны и арки в дизайне мафа преобразят его до неузнаваемости. Декорирование с помощью малых архитектурных форм сейчас в тренде. Благоустроит и парк рядом с ним. Сквер вокруг обелиска славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Отремонтируют отдельные участки улиц Карла Маркса, проспекта Ленина и Чкалова. Стоимость гранта – 70 миллионов рублей. Войне приятно говорить о том, что мы впервые в жизни увидели такую мобилизацию. Порядка 4,5 тысячи жителей города Канаша участвовали с советами, какими-то предложениями именно для проектного бюро, которое работает, собирали информацию. Работы будут двухгодичные. Сейчас будут проектные работы, экспертизы, конкурсные процедуры и конечная реализация проекта в 2021 году. В прошлом году победителем всероссийского конкурса стал Ядрин. Буквально на днях там начались работы. Опыт муниципалитета нужно использовать. Надо четко поанализировать, что, как происходило, какие проблемы на каком этапе появились, как они решались и за счет чего, и каким образом. То есть таким образом у нас появится некий алгоритм или некое описание процесса с последовательностью, с проблематикой и подходом их решения. Соответствующим образом коллег надо снабдить, чтобы они понимали. На основании этого для коллег надо разработать четкую, понятную дорожную карту. Главное сделать город не просто красивым, а таким, в котором хотелось жить и растить детей, приезжать в гости. Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова